Привет-привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English, с вами Елена Викторовна. Мы с вами разбираем английские тексты уровня Intermediate, смотрим на интересную грамматику, смотрим на интересные слова и выражения. Сегодня я для вас подготовила текст под названием A Cell Phone. Мобильный телефон. Текст, конечно же, мы с вами прослушаем, после этого подробно переведем и разберем его, и далее вы готовы еще раз его прослушать, и, как я надеюсь, понять абсолютно все, что вы услышите. Может быть, если сразу вы не поймете, вам нужна дополнительная тренировка. Может быть, слушаете несколько раз, 2, 3, 5 раз, но достигайте, друзья мои, максимального понимания английского на слух, а после этого текст вообще убирайте и старайтесь без подглядывания понять все, что говорит диктор. Отличная тренировка, которая поможет вам натренировать свои уши на восприятие английского языка. Итак, переходим к тексту, друзья мои. Слайд номер 1, слайд номер 2 и слова, которые нам с вами попались, на которые мы обратим наше внимание. Давайте сперва прослушаем, о чем же этот текст. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья мои, думаю, суть вы поняли. Коллега по работе рассказывает о девушке, которая очень полюбила свой мобильный телефон, так сказать, заразилась мобильной болезнью, когда боишься куда-либо пойти, оставив свой мобильный телефон, и чем закончилась один раз такая история. Текст называется A Cell Phone, по-английски это переводится как мобильный телефон. Есть полное название Cellular Phone, но его уже давно, скажем так, никто не употребляет. В основном все используют более короткое название Cell Phone, мобильный телефон. А сейчас, в наше время, уже в основном люди пользуются термином Smart Phone, Smart Phone. То есть Cell Phone – это просто мобильный телефон, тот, который без провода. Smart Phone – это уже конкретно больше марка телефона, его подвид. Окей, I usually get alone with everyone at my office. Обычно мне легко наладить контакт со всеми в моем офисе. Смотрите сразу на связочку get alone with, которая дословно не переводится. Эта связка переводится как ладить с человеком. Если вы хотите сказать, что у вас хорошее отношение с людьми, вы скажете об этом так. I get alone with people. Если вы хотите сказать, что вы ладите со своими коллегами, скажите I get alone with my colleagues или co-workers. Связка get alone with – как вы понимаете, это фразовый глагол, где глагол get меняет свое значение в зависимости от того, какой после этого идет предлог. Я в прошлом уроке начала подробно говорить о фразовых глаголах, и я этот текст, который мы разбираем сейчас, беру из того же самого сборника, и акцент там идет именно на разбор фразовых глаголов, что мне кажется очень полезным занятием. Recently, however, the woman who sits across from me bought a new cell phone. Но, однако, в недавнее время, в последнее время, женщина, которая сидит напротив меня, купила себе новый мобильный телефон. Recently, в последнее время, недавно. However, однако, вставное слово. The woman – та самая женщина. Здесь будет после слова woman идти пояснение, поэтому мы должны использовать определенный артикль the. То есть не просто какая-то абстрактная женщина, а конкретно та самая женщина. The woman who sits across from me, которая сидит напротив меня. Предлог across – напротив. Вся связочка who sits across from me – это relative clause, запятыми в английском языке не выделяется, является маленьким поясняющим предложением для этого слова, для слова woman. И что же эта женщина сделала? The woman bought a new cell phone. Женщина купила новый телефон. She was crazy about it. Она просто с ума сходила от него. Be crazy about something – сходить с ума от чего-то. То есть испытывать сумасшедший восторг. Просто с ума сойти от восторга. Be меняется на was – she was crazy. И после about вы указываете объект вашего восторга. More often than not, she was chatting with her friends. Часто она болтала со своими друзьями. Выражение more often than not можно заменить просто словом often или very often. Ну, это как один из вариантов, это устойчивое выражение, можно сказать, идиома. More often than not больше имеет значение очень-очень часто или практически всегда, почти постоянно. Запомните, всю связочку состоит из четырех слов. More often than not, she was chatting with her friends. It was very difficult to concentrate on work. И было очень тяжело сконцентрироваться на работе. It was difficult. Было тяжело. It – это формальное подлежащее, после которого идет be плюс прилагательное. В английском языке, но в русском языке мы такую связочку переводим наречием. Было тяжело. Хотя видим здесь слово difficult – тяжелый. It was very difficult. Было очень тяжело. Было тяжело что делать? После таких связок, друзья мои, обычно принято указывать действие в форме инфинитива с частицей to. То есть, после такой связочки ставим to и говорим, какое же действие вызвало у нас такое ощущение. It was very difficult to concentrate. Было тяжело сконцентрироваться. Concentrate. Сконцентрироваться. Похожие слова, думаю, разберетесь, что они переводятся одинаково. На чем было тяжело сконцентрироваться? On work – на работе. One afternoon we all decided to call it a day and go out for dinner. Однажды мы все решили закончить нашу работу и пойти вместе поужинать. One afternoon – однажды днем. Afternoon – это дневное время, день. We all decided. Мы все решили. Что мы решили? После этого даем частицы to и инфинитив. To call. Но не просто call. Здесь у нас вся связка. Call it a day. Вся связка переводится. Это устойчивое выражение переводится как заканчивать работу. Call it a day. Все слова здесь нужны. Ничего не выбрасываем. Слышим выражение call it a day. Дословно его не переводим. Понимаем, что имеется в виду завершить этот день. Завершить рабочий день. Сам, наверное, близкий вариант перевода. And go out for dinner и пойти на обед. Go out – тоже фразовый глагол. Переводится как пойти куда-то вне дома или вне помещения. Здесь имеется в виду вне работы. Ради какой цели? For dinner. Предлог for. However, we made the woman promise not to bring her cell phone into the restaurant. Однако мы заставили эту женщину дать обещание, чтобы она не приносила свой мобильный телефон в ресторан. However, однако, снова видим это слово. We made the woman promise. Выражение make somebody do something переводится как заставить кого-то что-то сделать. We made her promise. Мы заставили ее пообещать. После made указываем на кого было направлено наше давление. На женщину, the woman. И что это за действие, которое мы от нее хотели. Promise – обещать. Not to bring – не приносить her cell phone, ее телефон, into the restaurant, в ресторан. Do you think you'll survive without it? I joke to her. Как ты думаешь, ты выживешь без него? Я пошутила над ней. Do you think – как ты думаешь? Общий вопрос, который побуждает нас к разговору. То есть, когда мы спрашиваем do you think, мы хотим узнать мнение человека, хотим побудить его к какому-то ответу. You'll survive – выживешь ли ты without it без него? Вторая часть предложения you'll survive – тоже relative clause, друзья мои. Здесь союзное слово не нужно. Его упускают в этом случае в английском языке. Можно было бы сказать do you think that you'll survive? Как в русском языке, ты думаешь, что ты выживешь? Но в английском это не обязательно делать. Предлог without – без чего-либо. I joked – я пошутила. To her – над ней. Joke – to somebody – я пошутила с ней. Даже, наверное, лучше сказать. No problem, she said. Нет проблем, она сказала. The evening was fun, but it was getting late, so we wrapped up dinner and left the restaurant. Вечер был веселым, но становилось поздно, поэтому мы закончили наш ужин. The evening was fun – вечер был веселым. Тут все просто. But it was getting late, но становилось поздно. Связка get late переводится как становиться поздно. Вот так и переводится. Так как мы хотим показать динамику, что именно было изменение, мы ставим очень часто в таких случаях глагол get в форму continuous. Весь текст у нас в прошлом, как видите, повествование, поэтому нам нужна форма past continuous. It was getting late. Прилагательное late в данном случае не меняется. Это прилагательное, меняется только глагол get. So, поэтому we wrapped up dinner – мы закончили обед. Связка wrap up – можем переводить ее как сворачивать. Это более такой точный, близкий перевод, потому что wrap – это что-то сворачивать. Wrap up – как сворачивать деятельность. Но здесь, наверное, лучше все-таки сказать «мы заканчивали наш ужин». Слово dinner уже много раз поясняло, еще раз поясню. В современном английском языке, особенно американском, под термином dinner подразумевается «поздний прием пищи» – это не обед, это, как правило, все-таки ужин имеется в виду. И после работы действительно люди обычно ужинают, только если они не работают в ночную смену. Но так как тут обычные люди у нас, они все-таки пошли поужинать все вместе. So we wrapped up dinner and left the restaurant. И покинули ресторан, ушли из ресторана. I was the last to leave, and just as I was getting into my car, a waiter came running up to me. I was the last. Я была самой последней. The last – самый последний, определенный артикль. The – нужен. Я была последней в чем, в какой деятельности? To leave – чтобы уйти. Эта конструкция очень близка к вот этой конструкции. It was difficult to concentrate. It was как-то там, чтобы сделать это. Та же самая конструкция здесь. I was какая-то там, чтобы сделать это. I was the last to leave. Я была последняя, уходившая, если переводить по-русски. По-английски, видите, структура, ну вот общие две структуры вы увидели, они отличаются от русского. Дальше. And just as I was getting into my car. И как раз, когда я садилась в машину, связка get into a car – садиться в машину, залезать в машину. Так как здесь был процесс, как раз, когда женщина это делала. Just as she was getting into her car. Подошел официант. A waiter came running. Он не просто подошел. He came running. Он, можно сказать, подбежал. Running up to me. Run up – переводится как подбежать куда-то, к какому-то месту. To me – ко мне. То есть, после to мы указываем место, куда же официант приближался. Running здесь уже работает скорее как прилагательное. The waiter came. Он подошел. Но в каком он был состоянии? В состоянии бега. He came running up to me. I found this purse at your table, he said. I took a look at it. Я нашел эту сумочку за вашим столом, он сказал. Я на нее посмотрела. Take a look – вот эта вся связочка. Переводится как внимательно на что-то посмотреть. Дословно, как взять взгляд. Take a look – очень популярная связка. После look вы указываете, на что же был направлен ваш взгляд с помощью предлога at. I took a look at it. Я внимательно посмотрела на нее. Вот оно, наше выражение. Take a look. That's my co-worker's purse, I said. Это сумочка моей коллеги по работе. Я сказала. Co-worker – это коллега по работе. Co-worker. Так как мы говорим о том, кому принадлежала сумочка, мы говорим об этом с помощью притяжательного падежа. My co-worker's purse. Апостров с – это притяжательный падеж. Why don't you call and leave a message on her answering machine, the waiter suggested. Почему бы вам не позвонить ей и не оставить сообщение на автоответчике, предложил официант. Текст, как видите, более старый. Наверное, люди в то время, не все пользовались мобильными телефонами. И особенно в Америке, очень многих людей на тот момент были распространены автоответчики. Автоответчик – это answering machine, то есть отвечающая машина. По-русски мы говорим автоответчик. Предложение why don't you do something? Почему бы не сделать этого? Это в какой-то степени вариант повелительного наклонения. Почему бы вам не сделать? Это более вежливая просьба. Предложить человеку какую-то деятельность. Why don't you call? Почему бы вам не позвонить and leave a message и не оставить сообщение on her answering machine, на ее автоответчике? The waiter suggested, официант предложил. You can use the phone in the restaurant. Вы можете воспользоваться телефоном в ресторане. Use something – использовать что-то, воспользоваться чем-то. Идем дальше. We went inside – мы вошли внутрь. Go inside – зайти внутрь какого-то помещения. I was about to dial her home number when I had an idea. Я как раз собиралась набрать ее домашний номер, когда у меня появилась идея. To dial a number – набрать номер. I was about to – я как раз собиралась это сделать. Home number – домашний номер. When I had an idea – когда ко мне пришла в голову идея. Have an idea – пришла идея. Появилась идея. Never mind leaving a message on her machine. Можно не оставлять сообщение на ее автоответчике. Never mind – эта связка довольно-таки широко используется. И я вот, честно говоря, задумалась, как бы лучше перевести ее в данном контексте, потому что ее смысл может меняться в зависимости от ситуации. Но в данном случае never mind является как, скажем так, сигнализатором того, что можно это действие не делать. Я написала здесь «неважно», «ничего», но смысл не нужно этого делать. Never mind leaving a message on her machine. Можно ведь не оставлять сообщение на ее автоответчике. Слово «автоответчик», видите, здесь укоротили просто до машин. I'll call her cellular phone. Я позвоню на ее мобильный номер. Cellular phone – вот вариант «полный cell phone». Ну, как видите, слово слишком длинное, нет смысла его каждый раз произносить. That way she can drive back before she gets all the way home. И таким образом она сможет вернуться назад до того, как проедет всю полностью дорогу домой. That way – таким образом. She can drive back. Она сможет приехать назад. Просто drive – ехать, drive – back, соответственно, ехать назад. Тоже, кстати, фраза в глагол. Before she gets – до того, как она получит. Но здесь мы должны переводить get в связке со следующими словами. Get all the way home – это проехать всю дорогу домой. Before she gets all the way home – до того, как она проедет всю дорогу домой. Way – это путь или дорога. You have a good point, the waiter said. У вас отличная идея, сказал официант. Или вы правы, сказал официант. Выражения have a good point говорят, когда мы согласны с идеей человека. Когда мы разделяем его идею. Да, отличная идея. Вы хорошо придумали. You have a good point. Также всю эту связочку мы считаем устойчивой. Мы не переводим ее отдельно. Каждое слово по отдельности будет иметь другой смысл. Все слова вместе – have a good point – переводится как иметь хорошую идею. И я это отмечаю в своей речи. When I called her cellular phone, a ringing noise came from her purse. Когда я позвонила на ее мобильный телефон, звенящий звук или звук звонка донесся из ее сумочки. When I called – когда я позвонила. Her cellular phone – на ее телефон. A ringing noise – звонящий шум, если переводить дословно, а звук звонка, если переводить по-человечески. Слово noise можем переводить обычно как шум, но можем в данном случае перевести как звук. Ring – это звонок. Хотя слово ring имеет несколько вариантов перевода, в данном случае мы понимаем, что ring – это звонок. Ringing – noise – звук звонка. Came from – донесся или пришел из, лучше как донесся. Came from her purse – из ее сумочки. It turned out that her phone was in her purse the whole time. Выяснилось, что ее телефон был в сумочке все время. Выражение turn out – фразовый глагол, который переводится как выясница. Хотя сам по себе глагол turn никакого абсолютного отношения к этому смыслу не имеет. Все из-за того, что здесь появился предлог out. Вся связочка turned out выяснилась, или это выяснилось. That her phone, что ее телефон was, был in her purse в ее сумочке the whole time. Все это время. Вот такая, друзья, моя история. Я думаю, что, наверное, в наше время практически все люди не расстаются со своими мобильными телефонами, и вы, наверное, не исключение. Поэтому, может быть, 10 лет назад это и было немного шокирующим, когда люди начали страдать этой мобильной болезнью, проверять карманы, никто ли не звонит. Я вот помню, я такой болезнью страдала. Сейчас уже как-то это прошло. Сейчас, наверное, потому что все ходят с мобильными телефонами, и мобильный телефон нынче как аксессуар можно рассматривать. Уже люди абсолютно нормально относятся к такой привычке. Итак, давайте посмотрим на интересные выражения, которые нам с вами попались в этом тексте. Get along with – ладить с человеком, то есть хорошо уживаться с каким-то человеком. Be crazy about – сходить с ума от чего-либо. More often than not – почти всегда, очень часто. Concentrate on – концентрироваться на чем-то, или сосредоточиться, если вам не нравится слово «концентрироваться». Сосредоточиться на чем-то. Call it a day – вся связочка. Заканчивать работу. Wrap up – что-то заканчивать или сворачивать какую-то деятельность. Take a look at something – внимательно на что-то посмотреть. То есть пристально на что-то посмотреть. Вся связочка переводится вместе, передает один смысл. Never mind – ничего страшного, неважно или не нужно в данном случае. Have a point, или have a good point, как правило говорят. Так скажут человеку, когда согласны с его точкой зрения. Обычно мы видим такой оборот в фразах типа You have a good point. Да, я с тобой согласна. Ты верно говоришь. You have a point, можно даже сказать. Не обязательно слово good использовать. И последнее, turn out, номер 10 надо было поставить. Это когда что-то выяснилось. It turned out – выяснилось. Как правило, эта связочка вместе с формальным подлежащим it используется. And now let's take a look again at our new phrasal verbs and idioms. I hope you remember the translation, but now let's repeat everything we've learned. But do it totally in English and have some more examples on each phrase. Be crazy about something means you like or you enjoy something in an extreme way. You like it very, very much. You, you're crazy about it. We usually say this phrase, for example, if you like a person very much and you think only about that person and we say I am crazy about it or you are crazy about him. She is crazy about tennis. She plays every day. It means she enjoys playing very, very much. She thinks only about that. She is crazy about tennis. My brother is crazy about movies. It means he watches them every day very often. Next is call it a day. We remember that we use this phrase when we want to say that we stopped working. We finished our working day. Bill, you've been here for 10 hours. You should call it a day and go home. We can say the same thing. You should stop working or you should finish your working day and go home. Call it a day. Okay, next phrase is a verb, maybe, yes? Concentrate on something. It means focus attention towards something. Okay, concentrate. In Russian we have this word. It's very easy to remember. It's too noisy here. I can't concentrate on my homework. It means I can't focus on my homework. I can't think about it. I think about something else, right? I can't concentrate. He had to concentrate on the song to hear the words. It means he focused all of his attention toward this song. Next phrase is more often than not. It's the same as usually or quite often, as I told you. More often than not, he spends his holidays with his parents. We can say the same idea. He usually spends his holidays with his parents. Next phrase is she works. She works late more often than not. We can say she always works late. She usually works late. She quite often works late. She works late more often than not. As you see, we can put this phrase in the beginning and in the end of the sentence. Next phrase is get along with. It is a phrasal verb. Get along with means be friendly with someone or live or work well together with a person. Everyone in my family gets along well with each other. It means that people can spend time together and that's okay. They feel quite comfortable about that. They get along well with each other. You see, we can put the word well here, but it's no need about that. You can just say everyone in my family gets along with each other. That's enough. That can be enough. She does not get along with her mother-in-law. It means that she hasn't got good relationship with her. She is not friendly with her. She doesn't get along with her. Turn out means that something ended up with such result. It finally was like this. It turned out like this. The weather looked bad this morning, but it turned out to be a nice day. Well, for example, today when I woke up, I looked out of the window and it was very foggy. It was very dark outside. And I thought maybe it's for the whole day. But in maybe three hours, it turned out to be a nice sunny day. And actually, after writing this lesson, maybe I'll have a walk outside. Okay, next one is have a point. This word combination is used when you agree with someone's opinion. You want to tell him that you agree with him or with her, right? My sister says that I need to spend more time with my family. She has a point. It means that she is right about that. I agree with her opinion. She has a point. Though I speak about her, but I express my own feeling about that. When I say she has a point, I say I agree with her point of view. That girl only seems stuck up because she is shy. You have a point there. So, I agree with this opinion. And I say you have a point. I speak about you, but I also share my opinion. Next, never mind. Never mind means forget. Pay no attention. Don't do it. It doesn't need your time, right? Never mind the car's color. It runs great. It means forget about the car. It's not important. The main thing that the car runs great. So, never mind the color. Don't look at the color. Don't pay attention to it. Didn't you wear the dishes yet? Never mind. I'll do them myself. I say never mind because I want you to forget about that. Don't pay attention to that. I will do it. So, I say to you, never mind. Forget about it. Don't do it. Next phrase is take a look at something. Take a look at something means look at something to evaluate. It's not the same as look carefully at something. After it, we say what thing needs our careful look. The doctor took a look at her foot to see if it was broken. The doctor, we can say, examined her foot carefully. He took a look at it. Please, take a look at my essay and let me know what you think of it. It means not just look at it and forget. I ask you to take a look, to spend some time, to examine it, to watch it carefully. I want you to take a look at my exam. And the last one. Wrap up. It's the same as finish or bring something to an end. The senator wrapped up his speech by quoting the president. The same idea can be expressed like this. The senator finished his speech or the senator brought his speech to an end. The party wrapped up at about 3 a.m. after the beer ran out. It always happens like this at parties. When we have no alcohol, we can wrap up the party and go home if we can, right? So, wrap up is the same as finish. The party finished. The party was over. The party came to its end when the beer ran out. Okay, here I think we can finish our lesson. I hope you liked it. If it is true, just tell me about it. You can leave the message. You can put your thumb up. And I hope you will look forward for new lessons from me. My channel's name is OK English. You can find me on YouTube. My name is Jelena Viktorovna. And I try my best to help you to learn English. And I hope you appreciate it. See you next time. Wish you luck. Wish you success in your English. See you later. Bye-bye. I usually get along with everyone at my office. Recently, however, the woman who sits across from me bought a new cell phone. She was crazy about it. More often than not, she was chatting with her friends. It was very difficult to concentrate on work. One afternoon, we all decided to call it a day and go out for dinner. However, we made the woman promise not to bring her cell phone into the restaurant. Do you think you'll survive without it? I joked to her. No problem, she said. The evening was fun, but it was getting late. So we wrapped up dinner and left the restaurant. I was the last to leave. And just as I was getting into my car, a waiter came running up to me. I found this purse at your table, he said. I took a look at it. That's my co-worker's purse, I said. Why don't you call and leave a message on her answering machine? The waiter suggested. You can use the phone in the restaurant. We went inside. I was about to dial her home number when I had an idea. Never mind leaving a message on her machine. I'll call her cellular phone. That way she can drive back before she gets all the way home. You have a good point, the waiter said. When I called her cellular phone, a ringing noise came from her purse. It turned out that her phone was in her purse the whole time. So we'll see you next time. We'll see you next time. Продолжение следует...